Добрый день. Добрый день. Какой дорогой городе Губкин? Девять часов летел? Девять часов, а потом на сколько? Нам близки, когда с хорошим... Мои коллеги Роман Сергеевич и Лея Сергеевна, заместители. Прошу вас. Первый ваш визит в должности в Беларусь. Очень надеюсь, несмотря на неблизкое расстояние, что это не последний. Вы очень правильно сказали. Если едешь к хорошим людям, то расстояние уменьшается. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина людям. Поэтому мы будем вас видеть рады всегда. Да, с такой же солидной делегацией, как вы прибыли к нам сегодня. Это говорит о том, что вы поставили перед собой большие цели. И должен вам сразу сказать, если вы что-то обнаружите на территории Беларуси выгодное для этого романтического, прекрасного края, мы готовы подключиться и сделать максимум. Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси не должна препятствовать решению тех задач, которые мы должны решить, нашей дружбе, сотрудничеству. Я убежден, нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. Этим самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле. Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенженской прерывной электростанции. Определенные компетенции у нас есть, вы можете уточнить, если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта, будем рады принять участие в этом знаковом строительстве. Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами, рыбными богатствами. Наверное, это будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере. Хотя я очень часто и много, бывая и во Владивостоке, и разговаривая с другими должностными лицами, интересовался поставками в Беларусь на это расстояние рыбной продукции. Мне все в один голос говорят, что там можно и добывать, продавать и закупать продукцию где-то поближе. Это известный маршрут, но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали все-таки поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит, поэтому было бы очень выгодно. Если вы не будете против, у нас есть специалисты, которые проработают этот вопрос. Чтобы убрать несколько, как я уже сказал, ненужных посредников, мы готовы также в этом плане работать. С перспективной моделью развития сотрудничества может в этом плане выступить такая проблема, как создание ваших перерабатывающих производств в нашей стране. Если это будет выгодно, можно попробовать. Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно государством защищены. Это вы можете даже не думать и не обсуждать, если вы решите здесь работать. Все будет так, как мы с вами договоримся. В Беларуси существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия хранения, сортировки товаров к вашим услугам, если в этом будет необходимость. Сами захотите что-то здесь построить, окажем соответствующую поддержку. С учетом ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком, мясом, мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов, молочно-товарных комплексов. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания. Знаю, что это везде в России направление перспективное. Хотел бы обратить ваше внимание и, прежде всего, на туристическую сферу. Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня. Будучи в Питере, в очередной раз Владимир Владимирович мне много рассказывал о Камчатке. Я его спросил про Шукотку, где он побывал, что, как. И он мне говорит, ну такой безмолвный тяжелый край. А вот Камчатка, говорит, это совсем другое. Это уникальный край. И вот такая романтическая картина у меня перед глазами. И я все планирую как-то посмотреть на этот край. И он меня все время приглашает. Говорит, вот на Алтае и на Камчатке надо побывать, чтобы почувствовать. И Байкал, и красоту за Уралья, вот этой России мощнейшей. Поэтому, если вы против не будете, когда-нибудь я найду время для того, чтобы побывать там у вас. Наши граждане в свое время, это не секрет, и россияне, и белорусы увлеклись зарубежными выезжами. Но в последнее время, к счастью, растут объемы внутреннего туризма. Особенно в России. Я всегда говорю Путину, что если ты хочешь увидеть самые прекрасные места, никуда не надо ехать. Все есть в России. Субтропики и горнолыжные курорты прекрасные. Лучше Красной Поляны в Сочи в мире нет курортов. Я видел в Швейцарии, в Австрии хорошие курорты. Но это жемчужина в России. Есть где отдохнуть. И россияне наконец-то поняли, что отдыхать надо здесь. Беларусь посетили в прошлом году более миллиона россиян. Я думаю, что могут приехать и больше, мы с удовольствием их примем. Едут они сюда не потому, что у них нет такого места, как Беларусь, а потому что мы к россиянам относимся с величайшим уважением. Здесь и безопасность для деток, для всех. И квартиры они у нас покупают, и дети их обучаются в наших школах, особенно москвичи. Поэтому, если у вас будет желание приземлиться где-то в Беларуси или людям из Камчатского края, мы с большим удовольствием вас будем здесь принимать и приветствовать. Словом, мы готовы сегодня обсудить любые вопросы, которые вас интересуют, и принять решение. Но вы побудете здесь встретиться с правительством, если вас интересуют какие-то предприятия, все двери открыты на все заводы, фабрики частные, государственные. Посмотрите, что вам понравится. Мы готовы вам подставить плечо и готовы сотрудничать с вами взаимно покупать и продавать. Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь хочу поблагодарить лично вас и всю команду за теплый прием. Мы действительно после долгого путешествия чувствуем себя дома. Все очень хорошо организовано. Мы долго готовились к нашему визиту, но зато он такой очень детально спланированный. И действительно у нас впереди интенсивные два дня работы с посещением предприятия, с тематическими совещаниями. И могу сказать, что за время подготовки мы уже достигли практических результатов. Мы цифры подбивали перед тем, как приехать. Сейчас сотрудничество Камчатки и Беларуси находится на историческом пике. Такого не было с постсоветского времени ни разу. Вот сейчас буквально сверяясь по цифрам с Алексеем Игоревичем, мы посчитали, что в два с половиной раза вырос оборот экономический буквально за три года последний. Конечно, еще впереди большой потенциал, и мы твердо намерены его реализовать. Несколько слов скажу по тем моментам, о которых вы уже упомянули, и которые для нас принципиально важны. Я считаю, что, конечно, наш визит и символический тоже, потому что мы самый дальний регион России. И то, что мы уже активно взаимодействуем, означает, что Беларусь со всей страной дружит и активно работает. И мы на практике намерены это подтвердить. Действительно, на Камчатке, и это моя основная такая задача, основная амбиция, запускать новые большие проекты. Вы упомянули Пенжинскую приливную станцию. Я убежден, что этот стратегический проект в течение 5-7 лет будет реализован. И он в корне изменит экономику не только Камчатки, но и всего Дальнего Востока. Но, конечно, для его реализации нам понадобится объединить все компетенции.